Семейный конфликт закончился трагедией. Мужчина из-за спора по поводу воспитания детей зарезал бывшую жену. ДТП, в котором погибли 6 человек. Страшная авария произошла в Сасовском районе. Кормили детей с нарушениями. Прокуратура провела проверку у палаточного лагеря в Клепиковском районе. Мужчину, убившего 32-летнюю Рязанку, работавшую воспитательницей, арестовали на 2 месяца. Напомню, инцидент произошел 4 августа. Мужчина пришел к своей бывшей жене. Между ними произошел конфликт, во время которого он достал нож и ударил. Женщина скончалась на месте происшествия. Мотивы достаточно банальные. Это разборка между родителями и отношение их к воспитанию своих детей. У них двое совместных детей было. На этой почве между ними произошла в тот день, то есть 4 августа, произошла ссора, в ходе которой мужчина достал имеющийся при нем ножик и совершил данное убийство. Видеопроверки показаний подозреваемого убийства сторожа в Солочи предоставили в региональном следственном комитете. Мужчину удалось задержать по горячим следам. Мужчина, работавший там сторожем, пригласил в гости двух приятелей. Свою смену он решил провести с пользой, порыбачить и выпить спиртного. Расположились они в будке охраны. Вы только распивали, что-то вы делали, общались, в карты играли. Вот вы играли в карты. Дальше вот это. Вы как бы, ну расскажите, как вы говорите до момента. Ну мы травем играли. Потом третий уехал, потом я не помню. Ну не помните что, как играли или что было? Нет, как что потом произошло. Пришел в себя, он забежит. И все же вместе со следователем на месте происшествия подозреваемый вспоминает, как все было. Он ударился бутыльник и ножом, потом вынес тело на улицу. Он просто, ну лежал, он признаки жизни подавал, когда вы над ним стояли? Там ищи подавал, а тут уже нет. А это вы как поняли, что он подавал? Там хрипел, воронь. Хрипел. А тут? Тут не хрипел. Тут не хрипел. Когда подозреваемый понял, что произошло, он решил отвезти собутыльника в больницу, разбил стекло машины, сходил в будку охраной за ключами. Проехать удалось всего несколько метров. Когда машина заглохла, он скрылся с места преступления. Труп обнаружил сменщик, он и вызвал полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев. В ходе судебного заседания, несмотря на признание вины, подозреваемый просил суд смягчить меру пресечения и выбрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, объясняя это тем, что ему необходимо ухаживать за своими престарелыми родителями. Однако суд, исследовав все материалы дела, принял решение о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому на этой неделе предъявлено обвинение по части 1 статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В Сасовском районе на этой неделе произошло ДТП со смертельными последствиями. Шесть человек погибли, в том числе подросток. Еще восемь пострадали. Видео с места аварии в нашем следующем сюжете. Авария произошла 6 августа примерно в половине пятого утра. На 404-м километре автодороги 5 Урал столкнулись Mercedes-Benz Vita и Toyota Land Cruiser. Предварительным данным 30-летний водитель Mercedes-Benz Vita совершил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado. В результате данного ДТП шесть человек погибло, один ребенок. Шесть человек получили телесные подтверждения в Mercedes-Benz Vita. Водитель Toyota Land Cruiser Prado и пассажиры в настоящее время госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, в котором находилось 12 человек. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с 58-летним водителем Toyota, сообщает региональное МВД. В последнем автомобиле было два человека – отец и сын. В результате аварии погиб водитель и пять пассажиров микроавтобуса, среди которых мать с 14-летней дочерью. Все они граждане Республики Таджикистан. Еще восемь человек получили травмы. Это четверо пассажиров микроавтобуса и водители пассажиров внедорожника. По данному факту, в САСовский межрайонно-следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Березанской области проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе в соответствии перевозке пассажиров микроавтобусам требований безопасности. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Пострадавших госпитализировали в САСовский межрайонный медицинский центр и в Шацкую больницу. Пострадавшего 12-летнего мальчика из САСовского ММЦ эвакуировали санитарным транспортом в ОДКБ имени Дмитриевой. Он получил многочисленные травмы, средней степени тяжести, состояние стабильное. Он направлен под контроль профильных специалистов областного центра. 35-летний мужчина оперирован, он получил травмы средней степени тяжести. Пострадавшего в аварии 38-летнего пациента эвакуировали из Шацкой межрайонной больницы санитарным транспортом медицины катастроф ОКБ. Он получил травмы головы, многочисленные переломы. Его состояние оценивают как тяжелое. В настоящий момент в областную клиническую больницу доставлен пациент с сочетательной травмой из Шадской районной больницы, пострадавший после сегодняшнего резонансного автодорожного происшествия. Постояние пациента расценивается как тяжелое, стабильное. В настоящий момент в Сасовском ММЦ и в Шадской районной больнице остается 6 пострадавших, которые в ближайшее время также будут рассматриваться вопрос об их эвакуации в областную клиническую больницу. Кроме этого, оперированы двое пострадавших 81 года и 35 лет, которые находятся в Шадске и Сасове. Их состояние стабильное. Остальные 5 человек находятся в удовлетворительном состоянии, получают необходимую лекарственную терапию. Таджикская диаспора объявила сбор средств на перевозку тел погибших. По сообщениям СМИ, тела четырех граждан Таджикистана доставили на родину. 8 августа вечером тела перевезли в международный аэропорт Душамбе рейсом из Москвы. Их забрали родственники для погребения. Сотрудник госавтоинспекции попал на скамью подсудимых за взятку в 15 тысяч рублей. Деньги он получил от нарушителя за то, чтобы не составлять протокол. Какое наказание избрал для него суд, расскажем далее. ПОТЕРЯЛ ПОГОНЫ В ПОГОНИ ЗА НЕЗАКОННЫМ ЗАРОБОТКОМ. Еще год назад подсудимый был сотрудником госавтоинспекции, а сейчас работает жестянщиком в автосервисе. На скамью подсудимых его привели события, произошедшие в ноябре прошлого года. На улице Дзержинского в Рязани произошло ДТП. Инспектор, приехав на место, установил, что один из водителей находится в нетрезвом состоянии. Причем право управлять этим автомобилем ему передал владелец, который также находился в машине. За это предусмотрено наказание, связанное с лишением прав. Владелец машины, чтобы избежать ответственности, предложил взятку. Для этого он передал ему банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами и сообщил пин-код от данной карты. В последствии инспектор ДПС в банкомате снял денежные средства в размере 15 тысяч рублей и обратил их в свою пользу в качестве взятки, тем самым освободив незаконно от административной ответственности владельца данного транспортного средства. Вину своего мужчины полностью признал. Активно сотрудничал со следствием, поэтому суд избрал для него меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Он находился под подпиской о невыезде. Суд учел, что у него двое несовершеннолетних детей и вынес приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Бывшему автоинспектору придется заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Также в течение трех лет он не сможет вернуться на службу в ГИБДД. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Гражданин Узбекистана пристанет перед судом за покушение на дачу мелкой взятки сотруднику полиции. Он устроил драку, а деньги пытался передать, чтобы избежать уголовной ответственности. На автозаправочной станции, расположенной на трассе М-5 Урал, произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. Ее участниками стали гражданин Узбекистана и работник станции. Последний получил травму и написал заявление в полицию. На видео, снятом в отделении скрытой камеры, выходец из бывшей союзной республики не отрицает, что произошел конфликт. Полицейские объясняют, будет проведена проверка. По ее итогам, примут решение о наказании. На это гражданин Узбекистан улыбается и говорит, что ему нужно забрать сестру и уехать. Что мне с ней надо сделать? Ты что, мне взятку предлагаешь? Нет, это по-братски. Нет, это по-братски. Подожди, я сотрудник полиции. Что мне нужно сделать? Ты мне сейчас даешь взятку, и тебя посадят нафиг за эту взятку, и меня. Нет, это не взятка. Это не взятка. А что это? А лучше я говорю. Что в конверте 2000 рублей станет ясно позже. Написано заявление, вам надо это все, как говорится, по закону, вас сейчас опросят, документируют, будет состав, будет состав, не будет, не будет. То есть я должен решить потерпевшему, что мне предлагают, чтобы у вас ничего не было. И он забрал заявление? Нет, ребят, так не годится. Этот визит в полицию закончился тем, что было заведено уголовное дело. Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина республики Узбекистан. В связи с совершением им покушения на дачу мелкой взятки. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, расследование дело завершено. В суд направлено ходатайство о назначении меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа. После проверки прокуратуры прекратил работу палаточный лагерь в Клепяковском районе. Там были множественные нарушения, в том числе связанные с питанием детей. Прокуратура приехала в палаточный археологический лагерь в Клепяковском районе, потому что появилась информация, что там есть нарушение действующего законодательства. В лагере изначально находились 60 человек, но к моменту проверки остались 15. Родители боялись повторений событий Хабаровского края. Напомню, там произошел пожар в ночь 22 на 23 июля. Погибли 4 ребенка. Результат проверки в Клепяковском районе – множественное нарушение. Нарушение правил хранения продуктов питания, имеющие место разделочные ножи, не были промаркированы надлежащим образом. Полуфабрикаты хранились также надлежащим образом. Кроме того, имел место неотбор суточных проб. Нарушение правил подачи воды, необходимых для приготовления пищи. Кроме того, были выявлены нарушения пожарной безопасности. Ответственные лица не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму, необходимому в данной сфере. Лицо, которое назначено пожарной безопасности, не обеспечено надлежащим хранением газовых баллонов, предназначенных для приготовления продуктов питания. В час не была обеспечена защита от солнечных лучей и нагревания. Лагерь прекратил работу после проверки. Руководству придется оплатить штраф 7 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности. Еще одно представление прокурора находится в стадии рассмотрения. Далее рубрика «Комментарии эксперта». Тема этой недели – управление маломерными судами и безопасность на воде. Геннадий Александрович, на водоемах нашей области все чаще можно увидеть водный транспорт. Наверное, приобретение в собственность катера или гидроцикла – это уже не редкость, а скорее такой новомодный современный тренд. И в 2017 году вступили в силу новые нормативные правовые акты по вопросу регистрации маломерных судов. Какие требования предъявляются к владельцу маломерного судна и какие документы должны у него быть? Нужно обязательно предъявить в органы регистрации государственной инспекции по маломерным судам это копию паспорта своего, копия договора купли-продажи на маломерное судно. Также необходимо предъявлять у нас это техническую документацию с отметкой торгующей организации. После чего пройти освидетельствование первичное. Инспектор сверит номера заводские, проверит входящие документы, что они правильные, что они у нас получаются неподдельные и так далее. После чего у нас происходит регистрация. А после регистрации мы уже второй раз проверяем маломерное судно на годность к плаванию. На какие виды водного транспорта необходимо получать удостоверение на право управления? Есть маломерные суда, которые подлежат государственной регистрации согласно 36-го закона и не подлежат. То есть не подлежащие суда маломерные. Это судно, которое масса, которого в снаряженном состоянии меньше 200 килограмм и подвесной лодочный мотор, двигатель меньше 10 лошадиных сил. То есть все, что больше, значит подлежит государственной регистрации. И соответственно на него нужно будет удостоверение на право управления. Каковы правила эксплуатации маломерного судна? Есть определенные правила эксплуатации, где запрещено подходить или разрешено подходить. То есть все там прописано. Когда сдают человеку теорию, там все прописано. То есть на все эти вопросы он естественно отвечает. Вода ошибок не обращает. Не любит пьяных. Потому что с пьянством боремся мы жестко на воде. В нашей полосе купальный сезон подходит к концу, а на курортах наоборот начинается бархатный сезон. Давайте напомним правила поведения на воде, потому что все-таки основная масса туристов едет отдыхать с детьми. И обязательно смотреть за своими несовершеннолетними детьми. То есть ни на секунду их не оставлять без присмотра. Потому что у нас были такие трагические случаи, что вот раз и все, и нет ребенка. И это очень-очень печально и очень больно. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения, потому что 90% случаев утопления происходит в состоянии алкогольного опьянения. То есть 10% берем на несчастные случаи. Ну и не купаться в необорудованных местах. На море, как правило, очень много пляжей. Там, где дежурит спасатель, дежурит скорая помощь. Спасибо вам, Геннадий Александрович, за полезную информацию. Это была программа «Территория закона». Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин